Вы учились в медицинском, у вас специализация была психиатрия, да, я так понимаю? Ну, вы поработали практикующим психиатром? Ну, всего год. Я прошёл интернатуру, по сути, это та же самая работа, но под присмотром старших коллег. Ну, что такое интерны теперь все знают, благодаря сериалу. А помогает, ну, это такой очевидный журналистский вопрос, когда-то помогает ваше образование в работе над книгами? Скажем так, все коллеги, когда у них возникает вопрос медицинский, у меня что-то спрашивают. То есть, там звонят и говорят, а вот скажи, вот если там человек кто-то и то-то, если, например, человек отравился тем-то, а он находится там в пустыне, то что он может сделать? Ну, такие вот вещи. То есть, вы консультируете просто? Да, я там по мере сил пытаюсь проконсультировать, вспомнить, что могу. Но, в принципе, я бы сказал, что, на мой взгляд, важно образование, оно позволяет как-то структурировать мозги для интеллектуальной работы. А что человек изучал, медицину, астрономию, химию, это уже не так важно. Потому что просто сама привычка работать с информацией, читать, излагать свои мысли, она нарабатывается в любом случае, если человек учился. А вы верите в то, что вот можно выучиться на литератора или на журналиста? Вот в журфаке вы верите? Я как-то сложно отношусь к этому вопросу. С одной стороны, я могу сказать, что не верю, а с другой стороны, когда я однажды нашел свои самые первые такие пробы пера, вот мне рассказы, когда я первый раз решил написать что-то похожее на роман. И я попытался это прочитать, я понял, какой это ужас и какой это кошмар, просто чудовищный. То есть это не изданное? Нет, конечно. Потом я начинаю читать вторую такую же повестушку, ну, с гордым названием роман. И вдруг обнаруживаю, что там последний абзац хороший, буквально один абзац, последний, он хороший. А потом читаю третью и вижу, что там уже есть куски, фрагменты текста. Вот тут там абзаца, тут полглавы, написанным нормальным языком. То есть какие-то вещи, они нарабатываются. А какие-то навыки, они, ну, в любом случае, опыт, он что-то дает. Ну, наверное, изначально нужно иметь какой-то посыл, какой-то дар, и тогда его можно развивать. Если его нет совсем, ну, наверное, это очень сложно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.